Всем привет-привет, с вами Лаврентия Валёна, и сегодня у нас история про мальчика, который служит в кадетском. Ему приблизительно 14 лет, и мама всегда старательно подстригала ему ногти, старалась так, чтобы уголочки не мешали, и вот однажды что-то пошло не так. Звучит многообещающе, правда, но история на самом деле достаточно банальная. Наши родители всегда стараются сделать хорошо, но раз на раз не приходится. И если есть опасность или какая-то тенденция на врастание, а в нашем случае ситуация именно такая, ведь в кадетском училище носят специальную обувь, явно не какие-нибудь там удобные топули или кроссовочки, а там будут специальные сапоги. И, конечно, ребенок растет, это переходный возраст, ножки могут потеть. В общем, момент настал, момент того, что ноготь стал врастать, и вот так вот загноился, воспалился валик. Так бывает. В общем, что нужно сделать в такой ситуации? Ну, во-первых, мазать мазью Вишневского и Левой Миколью, поверьте, нет никакого смысла. И сейчас объясню почему. Все дело в том, что эти мази, они не могут растворить кусок ногтя, который там где-то впивается в мягкие ткани, потому что причиной такого воспаления является элементарный банальный шип. Сейчас будет на видео видно этот самый кусочек ногтевой пластины, который врезается в кожу. Ну, так вот, этот шип, он врезается в кожу. По мере отрастания свободного края отрастает и сам шип, и каждый раз, каждый день, день за днем, этот маленький острый кусочек продолжает все больше и больше впиваться в боковой валик. И, конечно, становится больно, и потом начинается воспаление. Вот здесь сейчас будет очень хорошо видно. Вот он, этот ужасный неприятный кусь, который отравлял, собственно говоря, жизнь. В общем, прорастая и натирая боковой валик, конечно, это может быть воспаление, может даже быть там гной вполне очень легко. Вот здесь, судя по внешнему виду валика, скорее всего, было нагноение, но чуть-чуть уже прошло. В общем, мазь не поможет по одной простой причине, что угол это никак не растворит. Это единственный способ решить такой вопрос, этот уголочек оттуда отрезать. Вот для этого им нужны специалисты подолги, которые знают и умеют, как правильно отрезать такой краешек ногтя. Поэтому на самом деле мы подолги не делаем никаких супер каких-то технически сложных манипуляций и всего, что обычно представляют клиенты. Мы просто специально обычные люди, которые знают, как нужно стричь ногти, даже если ситуация зашла далеко и, возможно, в тупик. А также подолги – это люди, которые знают, как должна выглядеть ногтевая пластина в норме и могут помочь скорректировать, например, направление роста или изгиб этой самой ногтевой пластины. Поэтому мораль сей басни такова – обязательно, пожалуйста, обращайтесь к специалистам. Но если получилось так, что вы чувствуете боль, вам стало некомфортно, вы понимаете, что каждое движение при ходьбе доставляет вам неудобства, вам становится неприятно и иногда даже невозможно ходить, то, конечно, надо обратиться к специалисту. Передаю привет всем знающим знатокам, которые сейчас в комментариях начнут писать, да надо было отвезти его к хирургу. И в защиту этого ребенка, ну и вообще в свою, и в защиту всех подолгов мира, я хочу сказать, что хирург бы просто отрезал вообще полностью боковую стенку. Вот просто, ну, не знаю, четверть пластины, как правило, хирурги сносят, потому что у них абсолютно другой протокол действий. У них не стоит задачи спасти как-то эстетический вид, подумать на потом. У них стоит задача в моменте просто снять вот этот диагноз с вросшей ногтевой пластины. И это они делают посредством обезболивания, они ставят уколы, это не очень приятно, и также скальпелем иссякают ненужную часть. А можно решить вопрос так, как предлагаем мы вот так вот безболезненно и безопасно меряем.